Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире телеканал ГРТ, это программа «Особый статус». Меня зовут Дмитрий Кисеев. Сегодня мы в студии с экс-депутатом парламента Республики Молдова и экс-депутатом Народного собрания Гагаузии Григорием Узун. Григорий, здравствуйте! Добрый день, Дмитрий! В 2016 году вы были избраны в 6-й созыв Народного собрания Гагаузии. Позже, в 2021 году, соответственно, перешли на работу в парламент, стали депутатом парламента от партии социалистов. Что можете рассказать о своем опыте непосредственно в законодательных органах как Гагаузии, так и Молдовы? Что удалось реализовать? Может быть, были какие-то намерения, которые не успели реализовать за этот период? Расскажите, пожалуйста, свой опыт. Да, Дмитрий, безусловно. Значит, свою политическую жизнь я начал в 2015 году. Из города Булканешт я родом. Был избран в Народное собрание в 2016 году от 9-го округа у города Булканешт. Значит, в Народном собрании был членом президиума, возглавлял комиссию по здравоохранению и социальной политике. Да, многое нам действительно удалось сделать, хотя времена были, как и сейчас, и тогда они были непростыми. Тогда была власть Плохотнюка, и мы помним, что мы были в оппозиции, естественно, были сложные отношения в Народном собрании, но нам все-таки удалось много чего сделать. Конкретно по моему даже профилю, то, что касается здравоохранения, нам удалось и в Камрадской районной больнице, и в Вулканештской районной больнице, и в Чедорновской районной больнице вывелить за те 4 года, пока я был председателем. Совместно с коллегами, естественно, Народное собрание, это коллегиальный орган, мы убедили и коллег, и совместно, естественно, с исполнительным комитетом. Значит, мы выделили огромное количество бюджетных средств на капитальные ремонты всех трех районных больниц. В селах были медицинские учреждения отремонтированы, частично были отремонтированы наши поликлиники, центры общественного здоровья. В Вулканештах, соответственно, еще был ряд социальных объектов отремонтирован, такие как Дом детского творчества, художественная школа, музыкальная школа и так далее. Да, многого удалось сделать, кое-что, естественно, не удалось сделать. Я уже на завершении мандата, так сказать, пришла беда в нашу, не только в нашу страну, COVID-19, да, и экстренно были открыты два медицинских учреждения в Чедерлунском районе и в Камрадском районе, такие так называемые COVID-отделения, но в Вулканештском районе не было, к сожалению, наши жители вынуждены были вывозиться из района либо в Камрадскую районную больницу, либо в Чедерлунскую, что было, конечно, не совсем удобно, потому что 90-100 километров для нашего населения, конечно, в тот тяжелый период, когда все было закрыто, пандемия, и родственникам тяжело было добираться, чтобы навестить какие-то продукты, питание, лекарства и так далее для своих родных. Конечно, это для нас была огромной проблемой, и я еще, будучи депутатом, с вами с коллегами, убедили коллег в Народном собрании о том, чтобы выделить 5 миллионов леев на реконструкцию, конечно, на территории районной больницы есть инфекционное отделение, которое было в ужасном, в плачевном, скажем так, состоянии. Вот, и, к сожалению, вроде бы как было выделено 5 миллионов леев, затем всего лишь... Нет, дополнительно ничего не было выделено. Значит, миллион леев был потрачен, по моим данным, это была отремонтирована капитально крыша. Да, действительно, я недавно буквально проезжал мимо этого здания и увидел, что крыша новая, но авосон не там, скажем так, уже... То есть оно не работает до сих пор? Нет, там еще надо капитальный ремонт внутри, снаружи подвезти, газ... В общем, было выполнено, грубо говоря, где-то процентов 10 всего от общего объема работ, скажем так. Я не знаю, кто в этом виновен, я только могу предположить, что на тот момент, когда этот вопрос поднялся, исполнительная власть была не совсем, скажем так, за то, чтобы выделить эти деньги туда, но политической волей и волей наших депутатов Народного собрания тогда абсолютным большинством было проголосовано за выделение этой суммы. Почему она была нереализована? Я задавал вопрос на тот момент господину Калиоглу, тогда он был представителем... Черезвечайной комиссии. Черезвечайной комиссии, также он был начальником управления по капитальному строительству Гагаузии. Сейчас он является у нас первым заместителем Башкана. Но он мне ответил, что вот тендеры, долга, проволочки и так далее. В общем, и так сказать, вопрос замяли. Заглох вопрос. Вопрос заглох и, к сожалению, только крыша отремонтирована. Но я думаю, что депутатам надо и сейчас все-таки поднимать этот вопрос, потому что ковид никуда не ушел на самом деле. Вы видите, появляются новые формы его, то есть он мутирует и так далее. Мы в любом случае... Мы не застрахованы от того, что будет ситуация повстаться или... Конечно, конечно. Поэтому наши жители должны быть в безопасности хотя бы у себя в районе, чтобы были удобства для того, чтобы получить качественные медицинские услуги на территории данного учреждения. Что касается парламентской работы. Да, через 4 года свой мандат депутат Народного собрания я завершил в связи с ротацией в парламенте по спискам парксов. Несколько человек ушло из работы. В правительство, да, были назначены на должности. И, соответственно, я стал депутатом парламента. Да, недолго, правда, удалось. Там около 6 месяцев. Значит, длился мой мандат, потом был распуск парламента. Но за эти 6 месяцев скажу, что наша команда социалистов на тот момент в целом и в правительстве, и в парламенте, и в президентуре был президент Игорь Николаевич. Нам очень многое удалось сделать. И в тот пандемийный год, это колоссальные проблемы во всем мире с экономикой. Но Молдова очень достойно справилась, я считаю, что с этой ситуацией, с тем правительством и с тем руководством страны. Значит, была колоссальная засуха, мимо того, что у нас пандемия сильно ударила, так еще и колоссальная засуха была. Но, значит, правительством, парламентом были выделены огромные дотации нашим аграриям. То, чего нет и сегодня, и раньше не было. Огромное количество финансовых средств было выделено на дорожный фонд гагаузской автономии. Я говорю сейчас конкретно, ну, что касаемо нашей автономии. А было еще соглашение с Россией, по которому не удалось реализовать, то есть был заим, который Россия предлагала нам на ремонт дорожного поводка. Да, но его, по-моему, заблокировали через КС. То есть мы могли еще больше получить на дороге, на ремонт. Да, к сожалению, тогда так получилось, но я считаю, что вот в тот тяжелейший год мы очень, наша команда очень достойно справилась с поставленными задачами. Мы вышли, как бы так, с минимальными потерями, если можно так сказать. Вот. Также, будучи депутатом, нам удалось все-таки, этот вопрос очень долго муссируется. Был пакет из трех гагаузских законов. Да, пресловутые три законопроекта. Да, три закона. Мы все-таки волевым решением убедили коллег. Вы знаете, что у социалистов тогда не было большинства, абсолютно большинства в парламенте. Мы вынуждены были делать коалиции с другими партиями и так далее. Но нам удалось тогда убедить коллег за два закона проголосовать. Третий закон, к сожалению, предполагал, две трети голосов должны были в парламенте проголосовать. То есть, изменение в закон об особом рамках. Да, то есть, это 61 мандат. Ну, тогда у нас получилось, что за два закона проголосовали, по-моему, 53 голоса. Они прошли обычно, то есть, большинством от избранных. Но вот за третий вопрос, к сожалению, тогда не смогли бы доубедить еще нескольких коллег из других партий, чтобы они тоже поддержали. Но в любом случае, я считаю, что это был большой прорыв для Гагаузии, что хотя бы два закона мы приняли, скажем так. Как вы вообще оцениваете тот период, который, кстати, сложился очень тяжелым для правления партии социалистов? Он был не очень долгим, скажем так, начиная с 2020 по середину 2021 года. Вообще, как вы оцениваете? Был премьером-министром Ион Кику, достаточно грамотный финансист. Кратко, как бы вы могли оценить этот период для партии социалистов и вообще для страны? Был он удачным или, скажем так, из-за ковида, из-за других проблем? Не все удалось решить? Ваша оценка? В любом случае, все решить невозможно. Давайте смотреть на вещи прямо. Да, действительно, тот год, когда социалисты реально управляли страной, это был всего год-полтора. И как раз выпал самый тяжелый год этого и засуха, и пандемия коронавируса. Естественно, это был бешеный вызов для нашей страны. В принципе, такого не было за 30 лет. И так, собственно, небогатой страны, скажем так. Но я считаю, что тогда правительство технократов во главе с Кику и по четким руководствам страны Игоря Николаевича Мдадон и в парламенте фракции социалистов, я считаю, что мы очень достойно вышли из этого кризисного года. Но вот, к сожалению, потом выборы... Да, конечно, в пандемию много было недовольств. Закрывались предприятия, закрывались на ограничениях людей. Ну, ограничили людям свободу, а люди свободу... Да, поэтому, естественно, настроения были, конечно... Но я думаю, что сейчас, вот спустя два года после этой ситуации, как уже новая власть руководства страны, то теперь многие... На контрасте видно разницу между тем... На контрасте дают оценки и спрашивают, да, оказывается, мы тогда вас не... Не все так плохо было. Не так хорошо оценивали, да. Но, к сожалению, тогда у нас и газ стоил 4,60 бань, и дизельное топливо... Электроэнергия друг от друга... Электроэнергия, то есть была стабильность, были стабильные цены, было повышение зарплат. Медикам повысились существенные зарплаты при правительстве социалистов на 30%, на 25%. Были индексации пенсии, были выделены денежные средства пенсионерам к праздникам Пасхи и осенью также были выделены денежные средства. То есть тогда и цены были умеренные, и я считаю, что наша команда тогда действительно очень в тяжелый, на самом деле, в тяжелый период хорошо справилась с этой ситуацией. Но все же, вот, к сожалению, лично к моему сожалению, вот власть потеряла партия социалистов, и вот в 21-м году пришла партия ПАС. В чем вы видите причину, все-таки, что они с таким, можно сказать, счетом победили на парламентских выборах? В чем кроется вот такое, может быть, недовольство граждан предыдущей властью? Что дало в руки им козыря, вот что они так смогли заполучить власть полностью в стране? Как вы для себя можете это аргументировать? Ну, во-первых, были лозунги. Уаминь-бунь, хорошая жизнь, в общем, и так далее, и так далее. Люди, конечно, люди всегда хотят перемен, хотят перемен к лучшему. Да, на тот момент, конечно, партия ПАС, они обещали очень многое, это демократия, даже кое-кто на гагаузском языке начал разговаривать и так далее. То есть, естественно, человек всегда тянется к лучшему, к новому. И, к сожалению, ну давайте на примере гагаузской автономии. Наши жители четко сориентировались, не поверили во все эти уловки, во все эти предвыборные лозунги. То есть, память гагаузского избирателя, она на практике показывает, что она длиннее, чем память у молдавского избирателя. То есть, гагаузский избиратель подошел трезво к этой ситуации, и партия социалистов получила огромную поддержку на парламентских выборах в нашем регионе конкретно, это за 80%. То есть, мы на лозунги эти не купились. К сожалению, граждане Молдовы и основная часть наших жителей, которые живут сегодня за рубежом, они, к сожалению, проголосовали, вот, к сожалению, или к ним, я не знаю, кому-то может к счастью, проголосовали, значит, за партию ПАС. И получили 63 мандата. Давать оценки сегодня их деятельности, ну мы прекрасно видим, что у нас творится с ценами на энергоресурсы, на продукты питания. Да, вообще, любой сферой, которой мы сегодня можем коснуться, у нас везде огромные проблемы. Население, конечно, очень недовольное, мы видим и в социальных сетях, в комментарии очень-очень много жителей. Многие жители, которые за них проголосовали, я думаю, что сегодня вряд ли бы проголосовали. Разочарование есть большое. Ну, не бывает разочарования, если есть очарование, понимаете. Мы очаровались, а теперь разочаровываемся. Ну, к сожалению, власть избирается на 4 года. Слишком высокие лозунги были, наверное, оглашены во время выборов, и они все-таки не потянули ту планку, которую сами себе задали, наверное. Как вы можете оценить это? То есть, реформа правосудия, европейская, ну вот, может быть, только в плане европейской интеграции, хотя кандидатство, это, мне кажется, не их заслуга. Ну, у нас тогда у них были лозунги, в основном, это борьба с коррупцией, значит, демократизация общества, борьба с юстицией, демократизация юстиции, реформирование юстиции и так далее. Но мы видим, что ВОЗ и ныне там обсуждает совершенно иные вопросы, не касаемые социальной сферы, проблем людей. Мы обсуждаем геополитику. В общем, все то, что нам сегодня абсолютно не надо, мы обсуждаем только это. Но реальных дел мы пока не видим. Мы видим только ухудшение ситуации в социально-экономическом плане. Да, спасибо. На данный момент в Кишиневе, можно сказать, идет процесс объединения оппозиции. Да, то есть, вот, и партия Шор, и другие партии объединились в движение за народ, если можно так перевести его на русский язык. Как вы считаете, есть ли перспектива вот у такой объединенной оппозиции, а вот они сейчас предлагают подписать документ, по которому обязать правительство, значит, компенсировать увеличение тарифов, да? То есть, как вы оцениваете, оппозиция на данный момент имеет силу, и может ли она как-то повлиять за счет протестных акций, других каких-то мер, повлиять на политику власти нашей партии ПАС? Безусловно, я считаю, что оппозиция имеет сегодня силу, потому что за оппозицией, оппозиция это народ, по сути. Потому что сегодня народ недоволен той политикой, которая приходит у нас в стране, той социально-катастрофической ситуацией, не побоюсь этого слова, которая происходит у нас в стране. Естественно, есть у оппозиции огромные шансы, надо объединяться, уходить от партийных флагов, чтобы никого не смущать и так далее. И когда оппозиция будет вся объединена, и люди действительно уставшие, голодные, холодные, я думаю, что люди сами выйдут с протестами, чтобы власть начала их слышать. Других вариантов я не вижу. Партия социалистов, может быть, вам известно, готова ли присоединиться к таким процессам, совместно протестовать, совместно требовать выполнения каких-то действий со стороны власти? Да, мы можем вернуться немножко даже назад. Партия социалистов была всегда очень активной партией, с огромным ресурсом, ресурсами человеческими. Очень много сторонников у партии социалистов, они сегодня есть, безусловно. Мы проводили тогда при власти Плохотнюка огромные митинги, мы объединялись также с другими партиями. И нам удавалось добиваться результатов. Но в конце концов мы избавились тогда от режима Влада Плохотнюка. Правда, пришли сейчас к другому режиму, но от одного режима как минимум мы ушли благодаря тем же протестам, объединению всех политических сил против конкретных действий того режима. Я думаю, что и сейчас партия социалистов, безусловно, будет участвовать как одна из самых крупных политических сил в Республике Молдова, с хорошей структурой партии, с многими сторонниками, с огромным числом сторонников у партии. Я думаю, что обязательно партии социалистов будут участвовать во всех этих процессах по объединению оппозиции и сама будут активно проводить эту деятельность. Ну вообще, как вы считаете перспективно вот эта идея подписать петицию, чтобы правительство возместило людям вот все эти повышенные тарифы на коммунальные услуги? Я считаю, что да. Нужно поддержать. Население Молдовы не виновата в том, что у нас сегодня цена на газ 30 леев, потому что мы понимаем прекрасно все, что можно договориться с поставщиком газа, конкретно с компанией Газпром или с руководством Российской Федерации, о том, чтобы мы получили более комфортную цену, потому что на опыте мы видели, что когда был Дадон президентом, у нас была очень комфортная цена, и она тоже была не рыночная, она была конкретно договоренная между двумя президентами. Я думаю, что нынешний президент, если бы пошел тем же путем, то сегодня мы бы платили за газ 5-7 леев, допустим, но никак не 30. 30 это неподъемная цена для нашего населения. При нынешних пенсиях, при нынешних зарплатах это просто невыносимо. Пенсия в 2000 леев даже возьмем, хотя не у всех у нас даже 2000 леев есть полторы. Как пенсионеру сегодня выжить, когда минимальный счет, человек отапливает только одну-две комнатки максимум, и счет минимальный 2-3 тысячи леев за газ. То есть он всю свою пенсию должен отдать, да еще где-то занять денег, чтобы оплатить эту счет-фактуру. А что человеку есть? А что человеку одевать? Медикаменты. На что лечиться? То есть это неподъемно и невыносимо. Если мы эту зиму, видите, Господь нас еще милует, зима была довольно-таки комфортная, особо морозов мы не почувствовали этой зимой долго, да, и сейчас погода комфортная. Очень у большого количества населения, те, которые живут в частном секторе, были какие-то запасы дров, опять возобновили свои печки. То есть мы возвращаемся потихонечку в 18 век, скажем так. Но, учитывая наше... Зимуем следующую зиму. Конечно, это очень-очень важный и актуальный вопрос. Да, то есть надо готовить уже сани сейчас, к следующей зиме, как мы будем выходить из следующей зимы, если эта власть останется. Это вопрос. Хорошо, спасибо. Сейчас хотел бы перейти больше к Гагаузии. У вас, как у бывшего депутата, есть опыт в законотворчестве, вы участвовали в работе Народного собрания Гагаузии. Данный созыв, в нем сложилась, на мой взгляд, уникальная ситуация. Есть несколько групп, 4-5 групп, можно по-разному оценивать. Фактически стабильного большинства в работе Народного собрания Гагаузии мы не видим. Сначала оно было создано, фракция Гагаузии, скажем так, под руководством спикера Константинова, Сергея Чимпоешина. Но сейчас, насколько я понимаю, эта фракция разделилась. То есть, часть фракции осталась, скажем так, с Дмитрием Константиновым, часть фракции с Сергеем Чимпоешином. Есть несколько групп. Группа Виктора Петрова, соответственно, фракция партии социалистов, фракция, поддерживающая Башкана и отдельно Николай Дудовов. Так, если коротко определить структуру. Как вам кажется, вот такая структура работы нашего парламента, помогает ли она решать повседневные вопросы, принимать законы, утверждать бюджет, назначать должностных лиц? Или это создает некие проблемы, с которыми непосредственно сталкиваются наши законодатели? Как вы видите эту ситуацию? Ну, народное собрание, конечно, орган коллегиальный, понятное дело. Люди очень разные все там. Значит, на самом деле, я наблюдаю пристально за их деятельностью, что там происходит. Да, действительно, за один, за полтора года, они уже полтора года, по-моему, как избраны. Значит, да, там очень много, очень много раз ситуация менялась, действительно, на самом деле. Да, изначально была образована фракция, самая крупная, они себя называли, это фракция ГАГУСССИ под руководством Сергея Константиновича. МПЭШа, значит, ну, кулуарно там где-то, как вы сказали, да, Константинов. Вот, группа большинства, скажем так, поддерживающая спикера и весь президиум, они, значит, получили в полноту власти в народном собрании. Оппозиции не было предоставлено ни одной комиссии, ни одной должности, что, к сожалению, не красит наш политический орган, потому что во всех парламентах мира оппозиция всегда получает и участвует в руководстве, значит, законодательным органам. У нас, к сожалению, вот этого не получилось, но в любом случае эта фракция просуществовала абсолютно недолго. Меньше полгода. Потому что ряд депутатов, Константинова сначала обвинил господин Чимпоэш, затем Константинов обвинил Чимпоэш, а потом ряд депутатов сделали заявление, что они выходят из этой фракции. По-моему, сейчас в этой фракции всего 4-5 депутатов, и на этом вот она как бы, больше мы не слышим о ней ни одного слова. Значит, самой крупной фракцией на сегодняшний день остается эта фракция социалистов. Я считаю, что это очень хорошая, сбалансированная команда. Да, фракция ведет достаточно себя активно. Она, во-первых, активно себя ведет, во-вторых, я вам скажу, что все законы для того, чтобы были приняты, было ими инициировано очень много законов. Допустим, о Георгиевской ленте был закон, значит, затем они предлагали детям по тысячу леев, затем они предложили... Перед первым сентября, по-моему. Да, перед первым сентября, хотя там тоже, ну, в итоге, в любом случае, люди получили эти денежные средства. Дальше фракция социалистов выдвинула законопроект о том, чтобы нашим патентообладателям упростить жизни на этот год, продлить, так сказать, налоговые отчисления и покупку этих полисов и так далее. То есть, вроде бы, находясь в оппозиции, фракция социалистов довольно активно и качественно провела, я считаю, на мой взгляд, этот год. Но, в целом, мы видели, что были разные вопросы, и когда надо было голосовать, то, естественно, все депутаты, когда острые вопросы в Гагаузии, и мне это очень нравится, что... Но за бюджет, по-моему, фракция социалистов не голосовала. За бюджет, по-моему, ну, точно не помню, скорее всего, не знаю, в общем, не помню. Ну, в принципе, Сергей Чемпоеж как раз выступил с критикой в адрес Дмитрия Константиновна по поводу бюджета, что часть фракции скооперировалась с исполкомом, и вот они проголосовали, скажем так, не заручившись поддержкой всех депутатов, так я понимаю. Да, 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 на самом деле так, то есть чудесным образом третий этаж всегда воевал, по крайней мере, на моем политическом веку, это всегда была конфрактация со вторым, то есть народным собранием, исполком всегда не могли найти общий язык. Тут чудесным образом, когда надо было принимать бюджет, и когда надо было, а, когда надо было принимать еще состав исполнительного комитета, социалисты тоже в этом не участвовали, и вот в перенятии бюджета тоже не участвовали, да, действительно, это так. Почему? Потому что, скорее всего, не были учтены интересы тех округов, тех населенных пунктов, которые представляли депутаты, и было принято то, что предложил исполком, то есть депутаты практически не вмешивались в тот документ, утвердили то, что им положили на стол, и, возможно, скорее всего, поэтому тот же Чимпоеши как бы возмущался. Помню, что были проблемы с законом о спортивных достижениях, я не помню точно его название, по которому предоставлялись определенные гарантии, награды над спортсменом. Можете подробнее расписать вот эту ситуацию с этим законом? Да, я наблюдал, что Илья Семенович Узун предложил закон о примировании спортсменов наших, которые достигли высочайших достижений на международной арене. На самом деле очень хороший закон, потому что спорт – это наше лицо, это люди, которые продвигают имидж нашей автономии, наш флаг, когда поднимается на международной арене, это, конечно же, для нас огромное достижение. Я считаю, что эти люди обязательно должны быть мотивированы, то есть мы должны за счет государства их поддерживать, мотивировать, чтобы у наших детей появлялся стимул заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и, соответственно, показывать хороший результат на международной арене. Но, к сожалению, фракция, так называемая ГАГУССИ, часть этой фракции бывшей, они во главе со спикером не поддержали данный законопроект. Также там был законопроект о ветеранах становления силовых структур ГАГУССКОР, где тоже предлагались одни цифры, в итоге зарубили на другие цифры. Но, к сожалению, фракция социалистов поддерживала первоначальные варианты этих законов, как они были предложены. Естественно, они поддерживали то, что необходимо нашим жителям. Особенно это касается в этот тяжелый период. И я не могу понять, чем иногда руководствуются наши народные избранники и не голосуют за социальные проекты, направленные законы на социальные проекты. Поддержку населения не могу понять, чем руководствуются. Скорее всего, куларные игры, подковерные, которые всегда проходят за другими дверями, в других кабинетах, договариваются, а потом уже мы видим картинку, то, что происходит на заседании народного собрания. Вот то, что нет стабильного большинства в народном собрании, которое бы, допустим, заявило ясно и понятно свои цели. Сказало, что мы выступаем за вот такие-то, такие-то достижения, таких-то цифр, за выделение таких-то денежных средств. А получается так, что у нас один закон может быть проголосован одним большинством, какие-то люди голосуют, потом другой бюджет утверждается другим большинством, другими людьми, третий закон голосуется три. Как вы считаете, это способствует консолидации развития законотворческого процесса? Или это больше вредит? Или все-таки это демократия? И почему нет? Такое тоже возможно. Нет, такое, конечно, возможно, и мы видим, что это возможно, потому что это происходит сейчас у нас на наших с вами глазах. Вопрос в другом, то, что это ситуативное большинство. То есть каждая группа депутатов действует от ситуации. Если этой группе выгодна эта ситуация, значит она голосует. Если им не выгодно, они не голосуют. То есть интересы не отходят ли интересы жителей на второй план в таких вот таких ситуативных голосованиях? Как вам кажется? Я думаю, что отходят, потому что большая часть народных избранников идут туда за тем, чтобы получить должность, автомобиль, хорошую зарплату. Если наши народные избранники бы руководствовались именно желанием своих избирателей, то я думаю, тут у нас бы было твердое большинство из 33 на сегодняшний день депутатов во главе с председателем. Но, к сожалению, мы имеем то, что мы имеем. Спасибо. Кстати, вот вы сказали 33 депутата. Будут выборы по двум округам. У партии социалистов будут кандидаты по округу Чок-Майдан и по округу Вулканишты. Один из округов Вулкаништов. Какая ситуация? Ну, я возглавляю партийную организацию Вулкаништовского района. Я могу как бы за нее сейчас сказать. Значит, в городе Вулкаништов по девятому округу у партии социалистов кандидат будет однозначно. Фамилию вы пока не будете обожать. Осталось очень мало времени. Я думаю, скоро будут регистрации. Да, уже узнаем об этом. Спасибо. Я хотел бы вернуться к действиям наших. Хотя, собственно говоря, это и не секрет. В принципе, я могу ее и озвучить. Кандидат от партии будет Савастин Михаил Николаевич. Савастин Михаил Николаевич. Он... Он житель города Вулкаништов. Всю свою жизнь живет в Вулкаништах. Занимается бизнесом. Это наш сторонник. Активный житель. Неравнодушный к проблемам. И у нас, к сожалению, скончался скоропостижно наш соратник, коллега царственного инвестора Дмитрий Пантелеич Топал. И я думаю, что мы обязаны просто продолжить ту программу, которую заложил Дмитрий Пантелеич. Это наше моральное... По этому округу, да? Да, естественно. Естественно. И мы выдвинем достойного человека Михаила Николаевича, который продолжит ту программу, которую обещал Дмитрий Пантелеич своим избирателям. И обязательно выполнит эту программу. Ну, это правильно. Я считаю, что это правильно. Если позволите, вернемся к власти нашей центральной партии ПАС. Вот за последнее время, как вы, наверное, наблюдали, правительство, чрезвычайная комиссия предприняли ряд мер, которые, на мой взгляд, являются атакой на свободу слова, наступлением на демократические свободы. В частности, чрезвычайная комиссия было решено отозвать лицензии или приостановить лицензии шести телеканалов, которые преимущественно обещали для русскоязычного, скажем так, населения. И до сих пор непонятна мотивация. Мы до сих пор не увидели каких-то доказательств в отношении каких-либо нарушений со стороны этих шести телеканалов. Но вот как мы узнали, одним из основных таких аргументов, это была так называемая пропаганда через молчание. То есть то, что не освещали эти телеканалы войну в соседнем государстве, в Украине. Как вы оцениваете вот такого рода действия центральной власти, является это нарушением свободы слова и вообще к чему это все ведет, как вы считаете? Мое личное мнение, что это безусловно является нарушением свободы слова, потому что каждый житель сам определяет для себя, какие телеканалы или какие средства массовой информации в любые, и печатные, и телевизионные, значит, интернет-порталы. Он сам, каждый избиратель, каждый житель выбирает для себя сам. И должна быть свобода выбора, естественно, свобода слова. Это прописано и в Конституции, и в законах. Но, к сожалению, эти шести телеканалов как раз таки больше касаются и жителей Гагаукской автономии, потому что наши жители преимущественно смотрят телевизор, в основном те каналы, которые вещают на русском языке. И, соответственно, мы видим, что есть посягательства в последнее время и наш единственный гагаузский телеканал, который также практически в основное свое время вещает на русском языке, и на гагаузском, на русском языке. И мы уже видим, что некие атаки происходят и на гагаузское телевидение, единственный канал. К чему они ведут? Как вы думаете? Зачем это нужно им? Что они хотят этим добиться? Я думаю, что это информационная блокада просто вот и все. Монополия, естественно. Монополия на информацию. То есть они хотят, чтобы жители смотрели то, что им обяжут, скажем так, то, что им... Их заставляют смотреть то, что они хотят, не хотят, то есть ставят просто всех в определенную рамку. Было как можно меньше того, что им не хочется слышать, неудобно для власти. Скорее всего. Потому что на телеканалах появляются разные люди на разных передачах. Естественно, социально-экономическая ситуация в стране тяжелейшая, очень много критики. И я думаю, чтобы избежать критики, как минимум одна из причин, я так предполагаю, что одна из этих причин тоже может лежать в основе того, чтобы закрыть данные телеканалы, и чтобы поменьше критики было в сторону действующей власти. Кстати, как вы оцениваете вообще то, что большая часть решений, которые принимается, она принимается в чрезвычайной комиссии. Не парламентом, не правительством, не президентом. Она принимается вот этим органом, который, в принципе, не может быть постоянным, он там на какое-то время. Вообще, что вы можете сказать? Нужно ли нам вот это чрезвычайное положение? Обосновано ли оно? Или это все просто какая-то имитация и попытка избежать какой-то прозрачность? Ну вот, смотрите, когда социалисты были у власти в пандемийный год, мы тоже вводили режимы чрезвычайного положения в области здравоохранения. Но это была понятная ситуация, потому что надо было принимать решения. Ну тогда все вводили. Тогда надо было принимать решения очень быстро, качественно, чтобы не упустить ситуацию и не получить плохих результатов. И самое страшное, чтобы люди тогда, мы хотели минимизировать, так сказать, потерю населения от данной болезни. Тогда это было понятно, для чего вводится. Для чего это вводится сейчас? То есть как бы пик пандемии коронавируса ушел уже на второй план. И самое главное, чрезвычайное положение, насколько я понимаю, сейчас вводится не в области здравоохранения, а просто в области... Безопасности в связи с военными действиями. Они больше к этому ведут, по крайней мере, по риторике ответственных лиц. Так больше можно понять. Военных действий на территории Республики Молдовы нет. Республика Молдова независимое государство. Республика Молдова нейтральное государство. Я не понимаю вообще, для чего вводится. Тогда для чего существует парламент? Самый главный вопрос еще в том, что 63 мандата в этом парламенте принадлежат действующие власти. Почему все вопросы не проводить через парламент? Все решения принимаются через чайные комиссии. Уже второй год. Сколько будут тянуть? Это вообще считают, что в истории Молдовы, по-моему, нонсенс. Такого не было никогда. Они еще хотят проводить заседания парламента пленарные раз в две недели. Вы как оцениваете такое? Когда я был депутатом, заседания парламента проводились каждую неделю. Бывало даже в неделю два раза. Как правило, четверг-пятница. Сейчас две недели, наверное, перетрутились сильно депутаты парламента, что хотят побольше времени себе брать на отдых. Не могу прокомментировать эту ситуацию. Вы затронули вопрос. Скорее всего, это связано все-таки с тем, что все вопросы решает чрезвычайная комиссия. И у парламентариев просто банально нет работы. Возможно, и так. Это действительно хороший вопрос. Вы затронули ситуацию с компанией ГРТ. Предпринимаются определенные нападки на компанию в последнее время. Несколько ассоциаций высказались о том, что компания как-то не так себя ведет. Существуют какие-то нападки на кого-то. То есть, как вы оцениваете? Это все ложится в ту стезю, которую взяло правительство по уменьшению этого пространства критики? Или, может быть, на территории региона они хотят, может быть, почему нет, подчинить ГРТ себе, чтобы здесь провозглашалась политика партии ПАС. То есть, как вы оцениваете вообще ситуацию с ГРТ? И нужно ли защищать компанию? Безусловно, компанию защищать нужно. И я думаю, что на защиту встанут и депутат народного собрания, и исполнительная власть должна встать на защиту компании. Безусловно, люди встанут на защиту компании, потому что это остался практически единственный ресурс. Это единственный ресурс, рупор, где наш житель может получать качественную, неангажированную информацию. И к тому же на разных языках. И на разных языках, в том числе и на гагаузском языке. Поэтому нападки, я думаю, что это именно в том русле. Есть здесь у нас некие деятели, которые все это разжигают, подогревают, так сказать, которые не очень популярны у нас в обществе. Они пытаются продвигать за западные деньги совершенно другие ценности, подавать совершенно иную информацию. Но я думаю, что у них ничего не получится. Потому что с гагаузией это не пройдет. За свой телеканал гагаузская автономия будет бороться в любом случае. Поэтому шансов нет. Спасибо. Республика Молдова является нейтральным государством. Принцип, который записан в нашей Конституции. Соответственно, гагаузия. Я думаю, что все согласятся, что выступают также за то, чтобы Республика Молдова оставлялась нейтральным. Однако, в последнее время, я думаю, вы уже убедились, что предпринимаются попытки пересмотра этого статуса. То есть запрашивается обооружение, ПВО, активно продвигается сотрудничество с блоком НАТО. Как вы считаете, пересмотр статуса нейтрального несет ли в себе риски для Молдовы? И как гагаузия может отреагировать на то, если Кишинев попытается пересмотреть этот статус, вступить в НАТО или разместить здесь базы НАТО? Как вы видите результат таких действий? Риски какие существуют? Ну, давайте так. Пока мы еще не рассматриваем, что мы вступаем в НАТО и так далее. Ну, дискуссии об этом активно ведутся. Молдова всего лишь пока стала членом в кандидаты в Европейский Союз, скажем так. Но, действительно, такие заявления пока есть. Есть заявления некоторых политических деятелей, которые говорят о том, что надо менять статус, он нас не защищает. Я с этим абсолютно не согласен, мое личное мнение. Я считаю, что Молдова должна оставаться нейтральным государством, не вооружаться. Потому что в любом случае государство у нас очень маленькое, армия у нас очень маленькая. Противостоять какой-либо армии мы вряд ли сможем даже с вооружением. Не продержимся мы долго. Давайте очевидно смотреть на вещи. Да и воевать-то нам не с кем, собственно говоря. Мы должны дружить со своими соседями, что справа, что слева и во всем мире. Поэтому мы должны сохранить свой нейтральный статус. Он как раз-таки говорит о том, что мы будем в безопасности. Как правило, как говорится, пустая винтовка раз в год тоже стреляет. Поэтому давайте... Если вооружение получим, то кто-то захочет его использовать. Кто-то его использует, да. Поэтому, когда его нет, то нам спокойнее. Хорошо, спасибо. Ну и напоследок хотелось бы, конечно, затронуть, наверное, самый главный вопрос в этом году. В Гагаузии выборы. На 30 апреля назначены выборы Башкана в Гагаузии. Будущий Башкан поведет, скажем так, свою команду на 4 года в управлении нашей автономией. Хотелось бы узнать у вас, вот все-таки с высоты вашего опыта, какую позицию вы займете на этих выборах. Как вы будете продвигать, как фракция социалистов в Камраде или в Гагаузии будет себя вести в этих выборах. Можете подробно расписать стратегию партии социалистов, вашу лично, вот на предстоящих выборах, которые пройдут 30 апреля. Ну я скажу же за себя, за партию я говорить. Ну то, что вам известно, то, что вы можете сказать. Значит, что касаемо выборов, да, действительно, у нас выборы назначены на 30 апреля. Но есть определенные нюансы в этих выборах. Вы видите, что компания пока не стартовала, скажем так. Кандидаты пока очень мало кто заявил о том, что... Никакой активности в этом... Активность пока невысокая, но я думаю, за 2 месяца она резко усилится. Когда все кандидаты зарегистрируются, то будет предвыборная кампания. Но вопрос в другом. Есть риски. И сейчас я попробую в своем виде не сказать, каковы риски. Значит, депутатам Народного собрания недавно было принято... 23 голосами были приняты поправки в уложение Гагаузии. В двух чтениях приняли, значит, о том, чтобы снизить явку избирателей на выборах башкана Гагаузии с 50% на 33%. То есть гармонизировать с национальным... Так, как это в молдавском... С национальным законодательством, с избирательным законодательством. Но, к сожалению, Башкан Гагаузии не подписала данную поправку. И чем это может угрожать нашей автономии? Значит, давайте так. Население Гагаузии, как и всей Молдовы, за этот период, последний год я имею в виду, мигрировало. То есть из-за тяжелой социально-экономической ситуации, из-за того, что зима была, неподъемные цены на энергоресурсы, очень много людей выехало на заработки. На заработки, к родственникам, перезимовать и так далее. Значит, соответственно, у нас население уменьшилось. В 2019 году, я очень хорошо помню башканские выборы, значит, была проблема с явкой избирателей. Значит, тогда с огромным трудом получилось убедить избирателей и преодолеть данный порог 50 плюс 1. С 2019 года прошло 4 года. Соответственно, население у нас по тенденции убывает. Я не знаю, почему Башкан не подписала данную поправку. Я там видел, что у нас ссылается на какие-то процедурные моменты. Но это же, в принципе, не критично, процедурные моменты. Там же суть-то в чем? Во-первых, это гармонизация с национальным законодательством во всем мире 33%. Президента выбирают 33% населения. То есть выборы могут быть и в более высокой явке. Но минимальный порог 33% и на выборах президента, и на выборах в парламент. Почему? На выборах народное собрание, на выборах примарского корпуса. Почему это не может быть Башкан? Для меня это застает загадкой. А когда нет ответов, таких разумных, скажем так, то начинаешь сам додумывать. Я вижу, что действующему Башкану, скорее всего, не хочется покидать данное кресло, потому что риски, еще раз говорю, очень высоки, что выборы могут не состояться. Но самая большая проблема даже не в этом. Самая большая проблема кроется еще глубже. То есть, если сейчас выборы не состоятся из-за низкой явки избирателей, мы с вами получаем прецедент, когда выборы надо будет повторить, еще раз провести. Соответственно, это надо потратить еще 3-3,5 миллиона леев из бюджетных средств. Если выборы, соответственно, не пройдут еще раз, то это надо проводить через 3 месяца еще одни выборы. И бесконечное количество выборов, оно не предусмотрено никем. Я думаю, что это может привести к тому, что мы можем потерять, собственно, автономию. Потому что наша власть в Кишиневе... Решит, раз вы не можете выбрать себе Башкана, то, может, он вам бы не нужен. Они могут решить так. Значит, уважаемые гагаузы, 30 лет у вас автономия. Если вы за 30 лет не научились ее руководить, не научились избирать исполнительные, законодательные органы власти, и у вас не получается, вы получили хаос, а это будет хаос. Без власти это хаос. Соответственно, у нас могут просто лишить то, чего добивались наши отцы, деды в 1994 году. Поэтому, волевым решением, политическим консенсусом мы получили с вами автономию. Это очень дорого. Вот сегодня есть очень много национальностей в мире, которые не имеют ни автономии, ни флага, ни гимна, ни должностных лиц, ни политических инструментов. Не добились своей государственности. Мы же уникальный маленький народ на территории Республики Молдова сумели методом политического консенсуса добиться признания нашего народа во всем мире. У нас сегодня есть герб, у нас сегодня есть флаг, гимн, у нас есть башкан и исполнительная власть, у нас есть законодательный орган. Мы можем продвигать собственные инициативы, принимать собственные законы. Значит, мы можем выдвигать законодательные инициативы на национальном уровне. Поэтому для нас это очень дорого, и мы как минимум должны подумать над тем, чтобы не потерять собственную автономию. Что касаемо выборов, да, я не буду скрывать, я принял решение, что я буду баллотироваться на пост башкана Гагаузии. Значит, команда... Поддержит ли вас команда? Да, я думаю, что, и не думаю, я уверен, что команда социалистов, в которую я вхожу очень давно, и очень плодотворно мы сотрудничаем. Я думаю, что она поддержит меня, но не будем забегать вперед. Мы зарегистрируемся, и я думаю, что руководство партии социалистов сделает соответствующее заявление. Если кратко как-то могли бы вы описать, что бы вы хотели предпринять, может быть, кратко по программу вашу, идею, видение описать, что главное вообще для будущего башкана, что нужно сделать? Концептуально, значит, я думаю, что самое главное и самое первое, что должен сделать избранный башкан, это объединить народ, объединить ветви власти. Мы должны объединить исполнительную власть, законодательную власть в один единый кулак. Нам делить нечего. Интриги, скандалы, по-моему, надоели всему населению нашей автономии. В это тяжелое время мы должны быть едины, как тогда в 90-е годы наши отцы и деды. Первое, что должен сделать, это уйти от тематики скандалов, подковерных игр, интриг, осесть за стул переговоров. Две команды сели, команда народного собрания, команда исполнительного комитета, расставили все точки над «и», как мы двигаемся, и чтобы были все едины в одном кулаке. Второе, естественно, это социально-экономические проблемы, неподъемные цены и так далее. Третье, это естественная инфраструктура. Мы сейчас можем говорить о бешеных политических обещаниях, что мы то сделаем. Но давайте смотреть на вещи реально. У нас было несколько башканов, руководили нашей автономией. Но в Камрате, как не была решена экологическая проблема со зловониями в столице нашей автономии, она по сей день не решена. В Чадерлунге, как была вода плохого качества с неприятным запахом, она точно та же вода течет. В Вулканическом районе, как не было воды и канализации, их по сей день нет. А ведь это же основа. Основа жизни населения, то есть качество жизни населения. Вода — это основа всего. Вода — это здоровье. То, что мы едим и пьем, соответственно, отражается в нашем здоровье. Вот над чем мы должны в первую очередь задуматься. Над тем, чтобы вот те проблемы, которые в 21 веке, как мы видим, по всему миру цивилизованному миру, элементарно решены, а мы даже не можем вот эту главную проблему решить. Поэтому, естественно, у нас инфраструктурных вопросов, очень много социальных вопросов, очень много. Я думаю, что вот вновь избранного Башкана, команда Башкана и команда Народного собрания, объединившись, смогут достичь очень хороших результатов в этих основных вопросах, которые лежат в плоскости. С Народным собранием, как вы считаете, сможете найти общий язык? И как можно это реализовать, чтобы все-таки работало оно как по-настоящему законодательный орган? Я в Народном собрании. А не как торговая некая палата, где торгуются между собой по тем или иным вопросам? В Народном собрании я работал 4 года. Половина коллег из 6-го СОЗОВа сегодня являются депутатами 7-го СОЗОВа. Вторая половина это новые люди. У меня всех депутатов Народного собрания лично знаком, знаю. С большей половиной работали, сотрудничали. Соответственно, я уверен, что я сумею сесть за стол переговоров и найти те точки, чтобы мы прекратили полемику скандалов, интриг и взялись за дело. Я уверен в этом просто. Избранный Башкан столкнется с центральной властью. Он является членом правительства, то есть Башкан по должности является членом правительства. Как вы считаете, вот в этой ситуации, как вести себя вновь избранному Башкану с центральной властью? Как взаимодействовать, поддерживать диалог? Мы видим, что существуют проблемы в этой сфере. Вы как оцениваете, как вести свою стратегию в отношении центральной власти Башкана в будущем? Да, действительно, вы правильно заметили, что сейчас у нас мы видим некие проблемы, потому что действующий Башкан занимается критикой, на выходе уже своего мандата занимается критикой действующего президента. Но я тоже практически со всеми вещами не согласен, что сегодня делает действующая власть. Но вновь избранный Башкан, я считаю, что должен найти и там точки соприкосновения, потому что мы живем в одном государстве. У нас общая родина, и мы обязаны, обязаны решать проблемы людей. Но только методом диалога можно попытаться этого добиться. Услышаны будем, не услышаны, это покажет время. Но как минимум пытаться найти диалог, ну, выбрало население на сегодняшний день действующую власть. Башкан обязан, так как он является членом правительства, пытаться находить диалог и для региона отстаивать интересы. Самое главное, это интересы жителей. Поэтому я думаю, что Башкан должен будет найти точки соприкосновения. Нравится нам, не нравится, согласны мы с некими позициями, не согласны. Естественно, высказывать свою позицию по тем или иным вопросам, в том числе и по политическим вопросам. Потому что мы знаем, что у нас у жителей есть свое мнение. И по нашим полномочиям по закону об особом промо-статусе мы можем высказываться на тему внешней политики, на тему внутренней политики и четко говорить о своей позиции. Это факт однозначный. Но что касаемо социальной сферы, инфраструктурной сферы, мы должны сотрудничать с действующей властью для того, чтобы реализовывать те проекты, которые должны быть реализованы на территории автономии. Спасибо вам большое. Если хотите, в завершении несколько слов на камеру для наших жителей, поскольку это все-таки не дебаты. А жителям нашим желаю, самое главное, единство и здоровье. А вместе, я думаю, мы преодолеем все трудности, которые сегодня у нас есть. Спасибо вам большое за это интервью, что явились. Приходите к нам в будущем. Надеемся, что будем поддерживать диалог постоянно. Спасибо большое. Это была программа «Особый статус». Меня зовут Дмитрий Хисеев. В студии у нас был Григорий Узун, экс-депутат парламента и Народного собрания Гагаузии. Увидимся. Спасибо. 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 Спасибо.